В районе выезда пожарной части номер 5 прошлой зимой произошло два пожара. Нынешний противопожарный период пока идет на ноль, хотя в целом по городу с начала года произошло шесть возгораний. Основная причина нарушения правил эксплуатации печного отопления. Об этих и других причинах возможных загораний собственникам домов напомнили пожарные. Проводим беседы с жителями частных домов по правилам пожарной безопасности, вручаем памятки о пожарной безопасности. Особое внимание уделяем на устройство печного отопления и на недопущение использования нагревательных приборов кустарного производства. Знают все, но соблюдают немногие. В специальной памятке, которую вручили жителям домов по улице Краснопитерской, рекомендаций немало. Всего 50 пунктов, касающихся содержания надворных построек и ремонта труппы печей. Кроме того, пожарные посчитали не лишним упомянуть и о самых элементарных правилах безопасности. Не сушить белье над печкой, подальше держать дрова, следить за исправностью электропроводки. При патрулировании, которое проводится совместно с органами надзора пожарного, органами соцзащиты, особое внимание уделяется, в первую очередь, нашим пожилым гражданам, особенно одиноким, которые зачастую самостоятельно не могут провести какие-то ремонтные работы того же печного отопления, электропроводки. С начала года подразделениями отряда совершено более 200 патрулирований частного жилого сектора. Проверено более тысячи домов и обучено правилам пожарной безопасности более 2,5 тысяч человек. Большинство домовладельцев про орехи в пожарной безопасности собственного жилища знают. Особо заботливым хозяевам проще выполнить требования, чем потом считать убытки в десятки тысяч рублей. Профилактика еще никому не помешала, а потому спасатели будут патрулировать улицы частного сектора до окончания пожароопасного сезона.